Республика отпраздновала День Победы. Праздник был ярким и запоминающимся. Конечно, не без привкуса горечи. Уж слишком дорогой ценой досталось стране мирное небо над головой. Напомню, на фронт из Коми СССР в годы войны ушли 170 тысяч человек. А из тех, кто вернулся, до 71-й годовщины Победы дожили лишь 300 ветеранов. Михаил Иванович Сыракваша – один из ныне здравствующих ветеранов войны. Он воевал на Третьем Белорусском фронте. День Победы встретил в Германии. 9 мая 1945-го ветеран помнит в мельчайших деталях. Признается, что больше радости, чем в тот момент, никогда не испытывал. Война кончилась, а мы не верим, потому что вот когда это дома, передовая немецкая, вроде война, и непонятно. Потом, когда уже немцы стали, побросали оружие, тогда мы дошли и смотрим, что да, это, наверное, Победа. Качали друг друга, обнимались, плакали. Война кончилась. В городах и районах Коми в День Победы прошла невиданная до этого по масштабам, по сути, всенародная акция «Бессмертный полк». Внуки и правнуки тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной, стали в строй, чтобы почтить память своих дедов и прадедов, защитивших нашу страну от фашистских полчищ. В этот раз в акции участвовали почти 23 тысячи человек. Это мой дед Миронов Вениамин Борисович. Прошел всю войну, брал Берлин, был ранен, но продолжил участвовать во взятии Берлина, командовал танковой дивизии. За что было ему присвоено звание Героя Советского Союза. «Бессмертный полк» – это для меня память о тех людях, которые погибли, не только о родных и близких, но вообще о том народе, который в то время жил, воевал и сковал эту победу. Временно исполняющий обязанности главы Коми Сергей Гапликов нес фотографию своего деда, участника Великой Отечественной войны, Гавриила Иларионовича Гузева.